Василий, добрый день. Добрый, Андрей. У нас с тобой сегодня деловой завтрак. Вопрос первый. Насколько целесообразно инвестировать в российские фонды, в рынок надолго? Надолго, конечно, вопрос такой дискуссионный, потому что, конечно, горизонт опять надо более подробно рассказывать, пояснять, в смысле, да, там, это 2, 5 лет, 10 лет, это, конечно, абсолютно разный срок. Знаешь, вот нюанс есть в том, много спорим по поводу инвестиций или спекуляций. Я не против инвестиций, это хорошая тема, да, но не надо американский манер, там, да, проецировать на российский фондовый рынок. Так вот, те, кто пытаются это делать, это не совсем корректно. Если уж на то пошло, когда нужны куда, как в основные критерии для инвестиций, там, в ту или иную страну, да, это, соответственно, должна быть как минимум крепкая валюта, должен какой-то быть хотя бы цикл или начало цикла экономического подъема в стране, плюс должна быть какая-то диверсифицированная крепкая экономика. Соответственно, в России нету ни одного, ни другого, ни третьего, да, мы сейчас находимся, если посмотреть, там, динамику ОВП, посмотреть, сейчас прогнозы на этот год, там, от минус трех, там, до минус четырех варьируются, там, да, то есть мы, по-прежнему, страна погружается в рецепсию. Экономика по-прежнему не сбалансирована, экономика по-прежнему сырьозависимая, как была, так и осталась, и, соответственно, высокие процентные ставки и плавающий курс рубля, это не в пользу инвестиций. Поэтому о каких, о каких инвестициях может идти речь? Те, кто инвестировал год назад, два, три, даже пять лет назад или семь лет назад, да, мы видим, что фондовый рынок, если в долларах, то он по-прежнему ниже, там, и значительно ниже, а в рублях, некоторые акции также намного ниже, и даже многие интересные компании. Те, кто люди покупали, там, вот у нас клиенты недавно пришли, посмотрели, там, клиенты, которые четыре года, там, не открывали квартиры, у них было набрано, там, знаешь, вот неплохие компании, Мосэнерго, там, МАЭС, там, ну, и, верят, электроэнергетики, причем компании-то неплохие, и у них все по отчетности неплохо, вот, как они там лежали, и спустя пять лет они там так и лежат. Поэтому говорить об инвестициях, я считаю, что рановато. Плюс, опять же, понимаешь, я, горизонт, если брать десять лет, то это абсолютно бессмысленно, потому что мы через десять лет неизвестно вообще, что будет. То есть верить в светлое будущее, в надежду, там, да, это, конечно, глупо. А, опять же, вот, основной вопрос, ты вот мне скажи, ответь на вопрос, есть ли на российском фондовом рынке, вот, подчеркну, ключевая фраза, инвестиционные идеи, инвестиционные идеи, не привлекательные акции с точки зрения инвестиций, а инвестиционные идеи, хоть в каких-то компаниях. Вот мы знаем, берем компанию, там, Apple, да, мы понимаем ее бизнес, бизнес-модель, понимаем компанию бизнес-модель, компанию Google, как она развивается, какие продукты и так далее. Здесь есть инвестиционная идея. Назови меня российские компании, где есть инвестиционная идея, потому что, как пишет там Шадрин, тоже ссылается, я покупаю через бизнес, я покупаю бизнес-идею компании, я становлюсь ее совладельцем, но покупаю долю акций, конечно, это правильно, это так. Но ты не покупаешь инвестиционную идею. Шадрин сам себе просто обманывает, к сожалению, там, да, и людей вводит в заблуждение. Все, что он делает, он ищет недооцененные акции. Он сам же пишет, что я покупаю 50 копеек, рубль за 50 копеек. То есть, по сути, он ищет с фундаментальной точки зрения недооцененные акции. И когда они становятся дооценены рынком, он готов ждать полгода, год, два, три, пять, он готов пересиживать любую просадку в 20, 30, 50% по бумаге. Но как только бумага, с его точки зрения, будет оценена справедливо, он ее продает. То есть, это подход. Купить недооцененные. Он такой же спекулянт, просто он ищет недооцененные активы. Он не покупает инвестиционные идеи, потому что их на фондовом российском рынке нет. Опять же, если брать инвестиционные компании, в которые нам понятный и хороший бизнес. И опять же, самое главное, чтобы компания платила дивиденды. Причем дивиденды хорошие. Это основной критерий покупки, вхождения с точки зрения инвесторов в компанию. Таких идей у нас, конечно, мы знаем, сейчас работают нефтегаз, рекордные дивиденды. Но я этот пример привожу из года в год. Это единственная компания, в которую я с удовольствием инвестировал. Советую всем инвестировать. Конечно, сейчас за счет переоценки валюты у нее прибыль в три раза выросла. И в этом году будут рекордные дивиденды за всю историю. На следующий год я не думаю, что курс рубля также может наоборот укрепиться. Поэтому у сургута будет негатив. Плюс, Андрей, ну окей, возьмем, допустим, хороший бизнес МТС. Был понятный бизнес. Там нет особой инвестиционной идеи. Я не вижу, куда компания будет развиваться. Но здесь понятный бизнес. Компания прозрачная и платила из года в год хорошие дивиденды. Тоже хорошая компания, согласись. Ее можно покупать и держать, по крайней мере, в портфеле. Плюс, Башнефт для меня это был лучший актив на российском фондовом рынке. Потому что тоже было все более-менее прозрачно. Это была лучшая компания из нефтегазового сектора. Вот окей, буквально, знаешь, три идеи. Ну, ГМК, хороший актив. Ну, опять же, здесь бизнес-модель, по сути, там, я не скажу, что она понятная, она прозрачная. Но в плане развития много рисков от цен на сырье и так далее. То есть, если говорить о том, что компания будет еще в разы вырасти, здесь такого нет. Это не Apple, который изобретет новый продукт и взлетит в кост. Шадрин, он, мне кажется, не учитывая то, что мы можем в одну прекрасную ночь проснуться в другой стране. Что у нас уже было за нашу историю. И все эти бумажки превратятся просто в хопс. Нет, здесь я не согласен. Нет, послушай, и не только акции, Интерурал, ЮКОС, они все улетели, эти акции. Андрюш, вот если мы говорим речь про долгосрочные инвестиции, как цель сохранения денег, то по большому счету Шадрин прав, потому что, если ты бы деньги хоронил, грубо говоря, представь, что сейчас случится какая-то, ну, попа там в России или еще что-то, да. Рубль может обесцениться, мы можем в другой стране, но он не держит деньги в рублях, он держит. Деньги в акции. Я не понял. Акции – это тоже актив физический. Акции – это титул собственности. Когда будет предел собственности, твои сургут нефтегазы покатятся… Андрюш, сургут нефтегаз покатится в долларах, в рублях он будет расти наверх, потому что у тебя будет гиперинфляция, гипердевальвация, что угодно. Если ты хранишь деньги в активах, акции – это физический актив, по сути, такой же, как и земля. Слушай, ЮКОС убили, да, раздоробили активы. Любую компанию могут спокойно убить. Ну, это риск, это риск. А ты что-то делаешь, видишь, что ты не понимаешь. Подожди, ну это инвестиционный риск, но ты не хранишь все деньги в портфеле. Когда у нас с рублем происходит каждые 10 лет, там, 8 лет, опс, то с акциями можно тоже опс сказать, что это все нажито неправедным путем. Может, опс. Просто понимаешь, опять же, вот смотришь там в портфеле, ну, вот как-то просматривая портфель его инвестиционный. Да, вот там, понимаешь, я говорю, ряд компаний какие-то выстрелили, какие-то там минус 30, минус 40 процентов показывают. То есть, вот ты мне объясни, как ты отбирал компанию, там, да, и ты вроде все проанализировал, в итоге она у тебя лежит в портфеле, субботка минус 40 процентов, там, да. Ты купил там тоже Сбербанк. Ну, по-моему, Сберпрев, там, да, пусть там из-за дивидендов, там, ну, посмотри, что Сбербанк это аутсайдер, там, да, и причем понятно, что для Сбербанка сейчас самое худшее время. Как ты, зачем ты полгода назад покупал эту компанию? По фундаменталу она неплохая. Я согласен, что Сбербанк недооценен. Ну, на горизонте там 5, 10, там, 3, вот 3 лет, допустим, там, да. Вот, а сейчас зачем покупать? Ну, ты знаешь, что по реливой стоимости постоянно режут Сбербанку? Было 125, там, 120 час, чуть на ней же все. Посмотри, если мы сейчас Сбербанк берем в 60 рублей текущий, это в ценах 2008-2009 годов, это Сбербанк на уровне 30. Сбербанк сейчас ниже балансовой стоимости торгуется. Это, если мы берем компанию, которая торгуется ниже балансовой стоимости, это уже априори суперская инвестиция. В долларах он стоит, там, ну, 3 с копейками, там, да, он упал с 12 долларов. То есть я беру, если это долларовые цены, то Сбербанк, он просто очень ляже ценен, но на благосрочном перспективе. Вопрос в том, что, понимаешь, ситуация, я просто, когда, если речь заходит об инвестициях, я беру не только еще в России, я назвал 3 критерия, да, и Россия не подходит ни под этим 3 критериям для инвестиций, для долгосрочных. И, соответственно, здесь должно что-то, многое должно поменяться в России. У тебя единственное, что скажут, что фондовый рынок работает на опережение, и когда все плохо, уже надо покупать. Я абсолютно с тобой согласен, но пока ты ждешь 2, 3, 4, 5 лет, пока здесь что-то прояснится, дни меня на барском депозите по 10-11 годовых, там, да, грубо говоря, ты уже, по крайней мере, мог удвоить за 7 лет капитал. За 7 лет ты мог уже удвоить капитал. А люди, спустя 7 лет, там, да, ждут еще своих цен, там, да, убитые-то энергетики, да, металлурги, там, выстрелили, нефтянка, там, некоторые выстрелили неплохо, но за счет девальвации рубля. Просто это тупо за счет девальвации рубля, по сути. Ну, что, Дибербанк с тобой тоже не согласен, кстати, говорить. Я тебе объясню, в чем дело. Ты считаешь, что какая-то акция, она навечна, судя по всему. У меня другой взгляд на навещу. Я вижу, что государство выращивало супер-монстров в таком мировом уровне ВТБ Сбербанк. Для того, чтобы они корректовали отечественную промышленность. Ну, это будет целесвенно ям. Да. И я тебе не гарантирую, что Сбербанк не будет раздроблен рано или поздно. Не гарантирую. Нет, нет, не верю. Хорошая, я вот еще говорю, тема, если в мае будет принята одна, то есть у АСВ будет выплачивать страховки не 100%, а 90%. В принципе, законопроект такой, эмиссионный. И если он будет принят, я думаю, что он будет принят, то это опять в пользу того же Сбербанка. Нет, сейчас тренд, ты опять путаешь. Сейчас такой тренд. Укрепление банков. Государственные банки накачивают. А другая причина в том, что легче контролировать, когда у тебя 17 системообразующих банков, лучше, чем когда тысяча банков. Легче контролировать, особенно в кризис. Андроша, а потом тренд может смениться. А потом тренд может смениться, да? И когда будет тренд на конкуренцию в банковской сфере, Сбербанк может не прессать, между прочим. Ты об этом подумай, когда говоришь, что Сбербанк, надо же все надолго. Просто понимаешь, что инвестиции в Сбербанк и страну, что покупка там ОФЗ. То есть, если уж там со Сбером что-то случится, или с ОФЗ что-то случится, то тут вообще не будет ни фондового рынка, ни будет ничего. Ты торговал вообще в 98-м году высокоскоростными магистралями. Государственная бумага, да, все гарантийное государство и что, дефолт. Так что не надо тут говорить, может случиться совсем. Нет, теоретически, да. Ну вот смотри, если мы берем долгосрочный период, опять же, горизонт берем более чем 2-3 года. То есть, стоит ли сейчас заходить с потенциалом с горизонтом 5 лет? В принципе, конечно, можно. Там много есть таких идей, которые действительно неплохие. Но зачем я буду заходить сейчас, если я просто понимаю, что творится в глобальной мировой системе? Да, и, соответственно, если мы понимаем, что Америка вечно расти не будет, там уже просто, если сейчас с учетом последних, последнюю вот сезонно-отчетность сейчас стартует, прибыли компании еще там процентов на 30-е падут. Пи уже там для Америки 18, после сезонно-отчетности будет уже 19, потому что прибыли компании падают, цены растут. Соответственно, 19-е Пи для Америки, блин, но это уже просто перебор капец как. Все мы знаем, что раз в 8-10 лет на рынках бывают мощнейшие коррекции, ну, статистически. Сейчас подходим тоже к тому самому пику, когда Америка, я не знаю, сколько она продержится, может, еще год, может быть, два, но мне не без разницы. То есть, пока я не увижу коррекцию в Америке процентов в 40-50, я на российский фонд и рынок с инвестициями смотреть не хочу. Мы путаем, так сказать, общее рассуждение о рыночной ситуации. Я не говорю о рыночной ситуации, я говорю вообще, что сейчас нет таких безопасных активов, про которые можно купить там на 20 лет и забыть, сказать, все будет хорошо, и Сбербанк будет через 20 лет, и Сбербанк будет через 20 лет, нет таких активов. Во-первых, риски долгосрочной инвестиции, да, что можно проснуться в любой стране, может в мире финансовая система поменяться, и она поменяется больше времени, будет мощнейшим. Это меня больше пугает, чем просадка 20% американского рынка. Ну, плюс ко всему... Переживем просадку. Плюс ко всему, да, у нас в России дважды, это пока большая инфляция, которая, соответственно, убивает все интересы к инвестированию и, соответственно, риск девальвации рубля. Ну, для рублевых активов это фиг с ним. И самое главное, конечно, у нас нет в России инвестиционных идей. То есть, я об этом уже с самого начала сказал. И нету. Понимаешь, я говорю, какой-нибудь там... Смотри, в Советском Союзе вот экономика была покрепче, потому что она была более такая насыщенная разными отраслями. Да. Вот. И тоже там были пленые бумаги ценные, или суррога ценных бумаг. В частности, облигации, военного займа, там, 47-го восстановительного займа. И государство постоянно, потом даже при Горбачеве были облигации на швейные машинки, там, ну, на всякие автомобили, да. Государство постоянно пыталось, либо кидало, либо замораживало, либо, ну, что-то происходило, да. В то время, когда было, значит, намного... Казалось бы, что Советский Союз на века, на века, да. Сейчас протекут ситуации, говорить о том, что можно через 20 лет, там, забыть и привезти через 20 лет, но это просто наивно. Вот дело Евтушенкова, да, вот банальное. Это были два лучших актива. МТС и Башня, это были два лучших актива. Ни с того, ни с сего, на 50-60% бабах просто, там, да. Ну, что взобретет в голову, там, или какой будет передел собственности здесь, я не знаю, там, Путин вроде как на следующий срок еще собирается, там, да. Я думаю, будет баллотироваться, там, и еще, там, на 4-5 лет останется. Поэтому что-то глобально, прям, не знаю, ситуация, может быть, и меняется в лучшую сторону, там, да, и в экономике что-то я вижу, хотя благодаря вот там, вот той ситуации, которая сейчас случилась, всем этим санкциям, это для нас, это просто большое благо, потому что наконец-то хоть как-то теперь зашевелили булками власть и, соответственно, может, что-то из этого выйдет. Главное, чтобы цены на нефть теперь не взлетели. Вот, Василий, тут вопросы есть именно по ценам на нефть тебе смарт-лабы. Просто, Андрюш, вот еще раз резюмирую, я говорю, и это мы берем внутреннюю, внутреннюю ситуацию по российскому фондовому рынку, а теперь возьмем глобальную мировую экономику. Стоит ли сейчас, вот оценив всю ситуацию в глобальной мировой экономике, стоит ли сейчас инвестировать хотя бы на 2-3-4 года берем. Ведь риск обвала, риск сдутия пузыря сейчас, который надулся на долговых рынках, на фондовых рынках, он очень велик. Поэтому зачем мне? Я лучше дождусь, подожду год, два, три, я все равно куплю ниже, и куплю ниже значительно. Индекс РТС – это 300-400, допустим, пунктов. 550 мы в этом году уже, 700 я ждал в том году, когда он был 1200, мы уже сделали 550. Это было, скорее всего, не дно. То есть 300-400 – это будет хорошо. ММОБ прогнозировать тяжело, потому что не знаю, что с курсом груда будет. Если случится какой-то коллапс и, соответственно, придется России печатать печатный станок, да, акции улетят просто наверх и задевали акции. И здесь вот Шадрин, как бы, конечно, прав, потому что он в деньгах-то, по сути, ничего не заработает, но ничего не потеряет, потому что покупательская способность его, соответственно, падает, но акции ему дисконтируют вот это вот падение его покупательской способности. Поэтому держать в акциях – это, конечно, лучше, чем в деньгах. Это безусловно. И он застрахован от какого-то фарс-мажора, потому что, еще раз говорю, это всего лишь придет к тому, что рубль просто у нас обвалится, в случае чего, но в долларах бумаги чуть просядут, а в рублях они вырастут. То, что мы, в принципе, сейчас и видели. Ну, аргентинский сценарий, по которому мы не пошли, который мы, в принципе, рассматривали в конце этого года, но сейчас мы по нему явно не пойдем. Уже, как бы, понятно. Опять мы говорим про разные вещи. Ты одновременно бьешь по думлениям, и потом, что в текущий момент невозможно инвестировать, и то, что может что-то случиться. Я говорю про текущий момент, он очень сложен, потому что, с одной стороны, значит... Если ты долгосрочный инвестор, ты веришь в светлое будущее. Я верю в сектор энергетики, в сектор электроэнергетики, но я не верю в то, что можно на 20 лет забыть, закинуть портфель с этими акциями и сидеть и думать, я обогащусь. Я вернулся клиент, я говорю, обогащусь, 5 лет прошло, он рынок взлетел, и рынок ММВБ достиг 1870, он был в свеже 5% от исторического максимума. Он открывает портфель свой электроэнергетический, 5 лет назад, когда формировал, на дне, там, почти на дне девятого года. По нуле цены такие же все. Даже ниже были. У меня есть сектор энергетики, я отслеживаю в РТС. Даже РТС, индекс энергетики, он ниже даже. Просто там ряд бумаг выстрелило в этом году, сколько там. ФСК на 40% выстрелило. Да, по 40-50%. Так вот, понимаешь, вот этот подход на рынке, он сейчас самый, по сути, правильный. Не долгосрочное инвестирование, а, да, входив в бумаги, то же самое, как Шадрин. Вот он хоть и говорит про, я там на пенсию каплю, но в то же время продал ГМК, не вормию, продал там, лукойл из-за чего-то, там, да, по каким-то своим там. То есть он покупает недооцененные компании, вроде как по своим расчетам, да, и как только дооценка происходит, он, соответственно, продает. Это тот же спекулянт, который ищет недооцененные активы, и как они выстреливают, он их продает. Почему-то он на 10-20 лет ничего не покупает, и здесь ничего не прогнозирует, понимаешь? Поэтому... Нет, действительно, чтобы патрулить олейник. Да, если мы держим там, да, лучше всего подход, это входить в рынок. Я против спекуляций внутридневных. Это плохо. Внутридневные спекуляции это отнимает много времени, нервов и так далее. Не надо думать, что вы кормите там брокеров, комиссия на форции копеечная. Кто бы что ни говорил, это не ММБ, мы за плечи не платим, за шорт не платим. Я эти комиссии даже считать не хочу. Поэтому и брокера не заинтересовался. Нет, я не против спекуляций. Просто, если будущего человека, который занимается спекуляциями, там... Андрюш, спекуляция, спекуляция тоже рознь. Да. Спекулировать нужно на, хотя бы на дневках, там, да, посмотри, ММБ, плюс 3, минус 7, Да я с тобой не согласен. Можно на 5 минутку спекулировать. Вопрос, есть ли будущее за этим у тебя. Ну, не у тебя там, у человека, который этим занимается. Сможешь ли он вратить дальше в портфель? Ну, придется в какую-то ликвидность, на этом все кончится. Ну, все, все зависит от того, сколько ты тратишь время и сколько ты, за счет того, зарабатываешь денег. Понимаешь? Вот и все. Это основной критерий. Если ты, если Шатернад сидел год и заработал банковский депозит, у меня стоит вопрос, на кой черт ты это делал? Если я там, грубо говоря, Так он тебе скажет, что на 20 лет я. Да приходи, Вася, через 20 лет, я буду как богат, как рез. Ой, ну, если ты каждый будешь до вносить, вот ты только за счет этого и будешь там его растить свой депозит. Еще раз говорю, да, ты сейчас сможешь выиграть, а потом через 2 года просто рынок в 2 раза сложится или в 3 раза сложится, вот тогда я готов купить. И тогда посмотрим. Мне интересно... Потом же вчера он рассказал, как вот, что вы так серьезно как-то относитесь, я типа троллю, друзья типа мои знают, что я так шучу, шучу, я вас троллю. Ну, слушай, ну это уже не то, что уже некрасивые какие-то рамки, просто ты понимаешь, это самообман, это получается самообман, потому что я еще раз объяснил, он не покупает инвестиционные идеи, у нас их по сути нет. И все, что он делает, просто... Получается ситуация в одне ворота, как с одним участником там портфеля Наде Грошевой. Человек начинает спекулировать на портфеле, сливает сумму и потом говорит, я так шутил. Так и с ним. Если пойдет в его сторону, он говорит, вот я говорил, а то я вас троллю, я так над вами шучу, издеваюсь, ребят. Он говорит, что спекулянты... Понятно, что шанс потери там, да, сколько живет средний счет на рынке Форекс? Ну, живет не более месяца. Средний счет на рынке Форекс это порядка 500 долларов. Если взять крупных, мелких всех клиентов, это 500, даже там, ну да, 500 долларов на средний счет. И там они живут там, окей, месяц-два. На срочном рынке Форекс приблизительно средний счет чуть побольше, там, да, это 100 тысяч рублей получается, был на прошлый год. И, соответственно, клиент в среднем как потеряет, обновляет счет где-то за год. За 4,5 года меняется вся клиентская база почти срочного рынка. там, да, то есть остаются вот 5-7 процентов. Это статистика биржи. Вот, здесь скрывать ничего не надо. Но, что в этом такого плохого? Это нормальный естественный отбор. И ты приходишь, пусть там люди играют в покер-старс. Вот, по сути, вот понимаешь, фондовый рынок это тот же мировой покер-старс. Ты играешь за столом с матерными людьми, акулами. Кто такой Шадрин? Я тебе объясню. Вот у каждого есть шанс вытащить лотерейный билет счастливый, да? Пока ты не начнешь... Послушай, зачем лотерейный билет? Потому что здесь нет халявы. Пока ты не начнешь в это дело не попробуешь, ты же не узнаешь. Может, ты гениальный человек, гениальный игрок. А он говорит, априори этих 5-ти процентов нету, нету людей, которые годами играют в плюс. Это все фигня. И потом, второй момент, который потрясающий тоже. Вы угадываете рынок. Господин, никто же ничего не угадывает. Работает по торговому моменту. Зачем угадывать? Слушай, мне вот абсолютно все равно, что с рынком будет завтра. Я даже не собираюсь чего-то угадывать. И если торговая система, она включает в себя очень много факторов и параметров для того, чтобы сошлось все индикаторы, паттерны и так далее, все, чтобы я вошел в сделку, я бывает жду 2-3-4 дня, там, да, бывает. Если это хорошая, нормальная сделка. Интродей, конечно, можно делать что угодно, там, отрабатывать в течение дня, там, скальпировать. Это абсолютно другой подход. конечно, сколько я знаю людей, которые спокойно интродейем, скальперством, среднесроком зарабатывают деньги. Сколько мы знаем успешных, я не знаю, там, и алго-трейдеров, там, да, в нашей компании как раз все номинанты, там, ЛЧИ, там, и Панда, Руки Бит, и Секрет, все клиенты это наша компания Александр Жаворонков, ты знаешь прекрасно, там, да, и таких клиентов полно в компании, которые с года в год зарабатывают деньги. Ни на каких не на инвестициях, зарабатывают миллионы на алго-торговле, на спекуляциях и так далее. Что такое алго-торговля? Ну, это же тоже банальная техника, банальная математика, и там пофиг, какие компании, что, и я не беру только даже высокочастотную, у многих арбитраж даже довольно-таки обычный сделан, просто это закономерности на рынке, за счет которых зарабатывают. А сколько инвесторов, да, которые сделали состояние, да, блин, до единицы, там, да, это если ты на дне войдешь и прокачиваешься, там, да, ну, так сиди и жди. Так, все эти истории, вот, следующие, вот, у меня девушка, в девушке папа был в Газпроме «Шишка» в Астрахане, вот, ну, условно говоря, в Астрахане, так сказать, при приватизации там или обломилась куча акций, которые потом дико выросли. Вот это, вот, типичная история, но вот она оттуда, история, из прошлого. Просто, каждый человек должен понять, зачем он приходит на фондовый рынок. Если ты хочешь здесь попытать счастья, или попытаться действительно не знаю, если твоя цель не накопить на пенсию, а твоя цель попробовать в жизни добиться независимости, да, у тебя должен быть один подход и абсолютно он у меня противоположен инвестициям. Есть люди, приходят на рынок для того, чтобы иметь какой-то побочный источник дохода, там, между работами, торговать, вот, айпад взял, там, и раз в день, там, совершаешь какую-нибудь, там, одну сделочку, или там, золото я продал, там, да, грубо говоря, там, по 155 зашел, по 217 продал, сейчас вот опять жду за утром, будет пониже, опять зайду просто в зелелку. Василий, ты каким-то образом меня гипнотизируешь, так что я не могу задать эти вопросы, которые смарт-лабы, ты на меня смотришь? Просто куча людей, куча подходов, но большинство людей приходят на биржу для того, чтобы быстро разбогатеть с копеек, это невозможно, и с этим, как бы, блин, это надо всем понять, что быстрого и большого заработка на бирже не бывает, это случайность, один из миллионов, вы можете быстро угадать, но вопрос все равно, что потом, в целом, салетки все, поэтому это, конечно, подход неправильный, но зарабатывать, там, аккуратненько, дисциплинированно, там, да, на спекуляции, это можно, это хороший подход, вопрос в том, что губит всех, там, боязнь, снижаясь, да, потому что все хотят больше, начинают брать большие плечи, это, соответственно, повышенный риск, и мат ожиданий, мат статистика работает против вас, поэтому, дисциплина губит всех, по сути. Ну, вот, человек ко мне приезжал, я снял с ним видео, по названию, неизвестный трейдер, по-моему, вот такое известное видео, неизвестное, человек разогнал счет, вообще, с нуля, то есть, вот, он торговал в компании Вика, сидел там за столиком, потом, в Ходорковском, в 2003 году, сняли с самолетов, в июле, и он остался, остался должен компания, сейчас, ради бы, извини, нас перерывали, значит, парень разогнал свой счет, но когда ЮКО посадили как Ходора, он еще компанией Вика был должен, потом довнес деньги, и даже минус ушел, довнес деньги, и сейчас поднялся до хранительных высот, ну, то есть, в сотни раз еще, депутат разогнал в сотни, вот, ну, не хочет фамилию свою указывать, ну, вообще не хочет фамилию, идет как неизвестный трейдер у меня, вот, но я же не обязан всем рекламировать, и говорить, что вот, вот, есть такие люди, но если Шадрин не верит, что есть такие люди, ну, пускай дальше не верит, почему, ну, всем знаем Тимофей Мартынова, ну, слушай, ну, человек пять лет, вроде как, пытался там, безуспешно торговать, на маленьких счетах, потом за три года сделал там, 10 миллионов рублей, не знаю, по-моему, купил квартиру, он их вывел, то есть он их вывел, потратил сумму и так далее, сколько лет там, до Шадрин до пенсии своей не заработает эти 10 миллионов, потому что там Тимофей на спекуляциях там за два года буквально сделал, причем что это он показывал на встрече Смарт-лаба, то есть это официально, да, да, то, что он никогда не обманывает, да, у него сейчас период там позапрошлый год, позапрошлый, позапрошлый, по-моему, там, да, убыточный, сейчас он там в нулях, то есть, опять же, от рынка зависит, четырехлетний боковик там, да, он не интересен ни инвесторам, ни спекулянтам, тогда были мощные движения хорошие, поэтому тогда можно было там 7-8-9-10-11-е года, а потом четыре года боковика, конечно, сильно поменяли, потому что даже спекулянты хорошо зарабатывают на тех же трендерах, там, или с плечами кирамиды, это очень по тренду хорошо, вот, поэтому... Разные подходы есть? Примеров есть, куча, и в том, и у меня то же самое, мне удавалось много раз там с того же там одного миллиона там поднять счет до пяти, там, от того, что я потом сливал, но это, мои проблемы, это жадность, но это же можно сделать, и понимаешь, глядя там на, двадцать-тридцать процентов годовых инвестиций, да это мне неинтересно абсолютно, ради чего там, ну, не вижу, не имею же смысла, вопрос жадности, что если ты, шанс у тебя заработка есть, в общем, шанс велик, все в дисциплине, и в опыте, соответственно, да, и вопрос в том, что деньги надо просто с биржи выводить, и сразу их на что-то тратить. Василий, ты меня опять гипотезируешь, и не даешь мне задать вопросы, смарт-лабовцы, потом мне скажут, что ж ты, Андрей, мы тебе писали вопросы, ох, насчет нефти спрашивают, не кажется ли вам, что наполнение нефтяных хранилищ США, это первый шаг с просьбой к Обаме разрешить экспорт? Ну, вот, последнее видео, как Жанна Немцовой снимал, причем она была, ну, я как раз вот именно эту тему и говорил, то, что нефтяники американские, во-первых, уже написали в Конгресс, письмо уже, да, уже как неделю-две назад, вот, именно рассмотрение письма лежит, да, разрешить экспорт сырой нефти, нефтепродукты они и так имеют право поставлять, поэтому здесь речь идет именно о экспорте сырой нефти за рубеж, то есть эмбарго с 73-го года, возможно снимать. Здесь Жанна Немцова сказала, что эту тему даже сейчас СМИ особо не эмусирует, по одной простой причине, потому что нефть абсолютно другого качества, нефть и не все нефтеперерабатывающие базы, в той же Европе или других странах, да, под эту нефть заточены, поэтому спроса на нее особого не будет, плюс, конечно, моя точка зрения, крепкий доллар, он убивает привлекательность этой нефти, американской, если Америка будет продавать. Василий, стоп, следующий вопрос. К чему веду, что на мой взгляд, все равно, этот законопроект пропихнут, и Америки разрешат экспортирование. Ты уже это сказал только что. Я за этот вопрос. Я за. Отличный вопрос. Ты за. Я против, как бы, но я думаю, что Америка... И много таких забросили у вас. Потому что здесь простая, простая... Вот они, печенюшки госдепа, блин. Ну, тихо они. Да ладно, шучу. Безвимора. Здесь, для Америки просто это выгодно, потому что, если обрушить цены на бренд, это минус для России, минус для саудитов, соответственно, плюс для Америки. Потому что WDTI будет опять нехватка, и они опять начнут цены на Россию. Василий, я понял твою позицию. У нас очень просто... Вопрос когда неизвестно. Да, я понял. Какие ваши творческие планы 2015 год? Прошу, это некий Александр Шадрин. Да, планы все... Ах, тут оказывается он под колом. Когда начнете инвестировать? Вот в чем дело. Инвестировать, я надеюсь, что в 2016-2017 году, я, в принципе, ему об этом уже и говорил еще на встрече в Питере, когда мы с ним были, то есть у меня цель это 2016-2017 год, когда Америка хотя бы процентов на 40 скорректируется, вот тогда я начну смотреть на Россию с точки зрения инвестиций. Буду уже отбирать какие-то идеи. То есть в 2016-2017 год пока приблизительно. А насчет планов, ну, планы все, соответственно, связаны с компанией, поэтому бурно, слишком бурно очень все развивается по всем направлениям. Много интересных проектов, в том числе у меня и идеи есть, которые уже реализуются. Поэтому все здесь. Все с компанией. За сколько дней, за сколько можно научиться трейдингу? Тролль спрашивает, толстый тролль, за две недели можно на курсах научиться трейдингу? Ну, стабильно зарабатывать, нет, за две недели научиться не тяжело. Что значит научиться? Получить необходимый объем знаний, да, за неделю, за две можно, но эти знания не помогут стабильно зарабатывать, потому что это психология и дисциплина. А этому люди бывают, учатся, бывают месяцами, бывают даже годами. У меня проблемы с дисциплиной есть, и это основной мой косяк, потому что я и казиношник, по сути, и много лет работал в игровой индустрии, поэтому, может, оттуда все это осталось. Понятно. Даже спустя 5-7 лет те же косяки и дисциплина меня губят. Спустя 8 лет на фондовом рынке я наступаю на одни и те же грабли. Но причина-то в этом только в дисциплине. То, что ты в этом признаешься, это гарантия, что ты излечишься. Ну, не гарантия, это необходимые шаги. Ну, да, миллион рублей, грубо говоря, и 50-70 тысяч рублей вместе я тебе каждый месяц могу стабильно делать. Просто потом это все равно доест, через полгода, через год. То есть вот посади меня, буду я не безработный, и будет у меня миллион рублей, я спокойно на него с биржи смогу жить. Ну, вот, потому что других источников дохода не будет, я буду более дисциплинован. Я это делал уже и 3, и 5 лет назад на публичных проектах. Хорошо, без проблем. Живее. Поэтому вопрос-то вот научиться, получить необходимые знания, за это за 2 недели можно. Научиться стабильно, нет? Кем считаешь, ты, Шадрин, вопрос некого аналитика? Кем на самом деле оленя считает Шадрин? Вот так стоит вопрос. Ну, для меня инвестор это спекулянт-неудачник. И это было, и это так и будет. Потому что именно на спекуляциях можно заработать большие деньги и даже с маленьких сумм проявить себя, показать себя, что-то там, подход вот этой пересиживания и сидеть это более такой пассивный подход. Соответственно, из-за того, что у человека просто не получилось. Потому что я не верю, если бы у человека получилось там, но он уже занимался опционами, поэтому соответственно он не нашел себя там. Хотя опционы, или, ну, уж извини меня, там, ну, он же общен систем, это его на смарт-лабе раньше там у них был, уже сколько лет занимался. вот, поэтому уж извини меня, в опционах поле для деятельности, если ты профессионал, ну, оно колоссальное. И сколько там стратегий, не направленных вне зависимости, куда пойдет рынок, вообще, там уже строят все, что угодно. Ну, для меня это менее интересно, поэтому я этим не занимаюсь. Но если он там не нашел, понимаешь, как ты раньше пиарил опционы, теперь вот пиарит инвестиции, пытается себя найти. То есть через год будет пиарить спекуляция? Нет, спекуляция им он вряд ли вернется, ну, бог с ним. Просто я не знаю. Ну, и последний вопрос от смарт-лабовцев. Спрашивают, почему ты в этом году не участвовал в конкурсе МФД? Да я в нем никогда не участвовал. Ну, спрашивают, почему? Спрашивают Олимп. Не знаю, неинтересный конкурс, алгоритмы сфеда, да? Да, да. Я в нем ни разу в году не участвовал и не хочу. И, конечно, публичная торговля все-таки, не знаю, буду ли там ЛЧИ в каком-то там участвовать или не буду. Все-таки есть свои плюсы, есть свои минусы, потому что слишком дорого там ошибки стоят и репутационные риски те же там большие. Хотя в жизни много чего было, я говорю, и ЛЧИ это не худшее, что там было. И помню с долгами, когда я в свое время пришел даже на фондовый рынок, денег не было. Все долги, по вашему счету, которые были там почти 5,5, почти 6 миллионов, именно на фондовом рынке мне спокойно удалось заработать и мне их погасить. Поэтому это деньги. Это деньги, но люди, говорю, не вспоминают хорошие, людям запоминают столько плохие. Ошибки, провалы, поэтому а это нормально, это же есть у всех. И в жизни человек поступает не только на фондовом рынке, и в жизни человек совершает ошибки и провалы, и это жизнь. Поэтому лучше, конечно, от этой публичности все-таки отходить. И все-таки вот резюмируя, инвестиции или спекуляции, торговать надо, конечно, больше среднесрочные такие-то движения и стараться все-таки ловить по 10, по 15, по 20% движения в каких-то активах. Без разницы, это акции, это фьючерс РТС или это нефть, золото, то есть евро, доллар. Хорошие тренды бывают абсолютно на разных инструментах. Но вот не надо зацикливаться с долгосрочными абсолютно местициями. Время, я думаю, что еще придет хороший момент, что на России будет через буквально полтора-два, в течение двух лет, когда вот действительно я, наверное, скажу, что, ребят, сейчас лучше всего купить, на год, на два, на три возможно заработать, там 300-400% от сколько, там три конца и, соответственно, уйти от разных спекуляций. ты намекаешь, что фондовый рынок в валюте грохнется. Тогда ты придешь, на руинах ты придешь и купишь всех. И в валюте и в рублях, да, то есть я готов еще... Ты придешь на руины и купишь Шадрина и Арсагира. Андрюш, ну, я говорю, вспомни, там, девятый год, там, да, Сбербанк, там, по 20 рублей купить и по 100 в конце года продать, 400% за год. Миллион вложил, 4 заработал. Вот это хорошая инвестиция, инвестиция, можно так сказать, хотя это тоже, опять же, была спекуляция. То есть вот, когда будет вот эта вот паника и коллапс, ну, коллапс финансовой системы, я думаю, что тоже какой-то мы еще скоро увидим. Скоро? Когда? Ну, ну, в течение двух лет, я думаю, что... Потому что, Андрюш, весь мир идет по одной темной дорожке. Все мы прекрасно знаем, это уже последние 15 лет история показывает. У сверхмягком монетарной политики, по которой сейчас идут все центральные банки всего мира, есть один очень сильный, маленький, негативный, маленький, но очень сильно негативный эффект. Это надувание пузырей. И без разницы, где они надуваются. Раньше надулись дотком, потом надулись, все знают, во всем году, это рынок жилья, сейчас надувается в целом другом тупости. Пузырь, который сейчас надувается, он, конечно, в разы больше, чем были предыдущие. Поэтому падать, конечно, будет очень-очень больно. Объем маржинальных позитивных СНП на историческом максимуме, спреды вот такие вот маленькие, стопы у всех маленькие, движение в 10-15% вниз, знаешь, как полетит красиво все? Вопрос, дайте прецедент, пока его нету, пока повода нету. Я думаю, что до конца этого года какого-то края удаловаться, перед выборами в США не будет. Вот выборы правят в США в начале следующего года, вот тогда, потом самое интересное начнется. Хорошие названия нашего ролика, падать будет больно. Да нет, не надо. Инвестиции или спекуляции? Нет, время для долгосрочных инвестиций еще не пришло. Ты понимаешь, я так считаю, я не против их, но если у нас нет инвестиционных идей, а их действительно на российском рынке нету, то покупать просто по хорошим ценам, по хорошим ценам, это значит, по хорошим ценам, то хорошие цены мы еще увидим. Ну хорошо, хорошие цены мы еще увидим. Хорошие цены для долгосрочных инвестиций мы еще увидим. Это очень большое название, надо чуть покороче, ты же сам заливаешь эти ролики в YouTube, какие-то тяжеловесные названия. Хорошие цены мы еще увидим. Да. Все, все, давай. Продолжение следует...